Друзья, привет из хорватского города Сплит! Здесь я проездом, я здесь немножко погулял. Отдельным репортажем я вам расскажу про Сплит, довольно классный, интересный город. Сейчас я гружусь на паром и поплыву на остров Хвар и оттуда на остров Корчула. Это старинные города, расположенные на этих прикольных, очень интересных островах. И потом, чуть позже, я вам расскажу, сколько все это удовольствие стоит. Здесь делают чекин на причале, тут несколько компаний, например, Капитан Лука, Ядролиния, там еще какие-то компании есть. И потом вы проходите дальше уже с распечатанным билетом и грузитесь на ваш корабль. Мой корабль маленький, скоростной, вот там по центру, видите, такой стоит темный, с белым верхом. В общем, вот мой корабль, слева мой корабль, да, справа это не мой, это вообще компания Ядролиния. Мой справа, видите, Корчула, Хвар, Сплит. Я плыву в обратном направлении на Корчулу. С причала, кстати, открывается прекрасный вид на старую часть города Сплит. Вот, на той стороне, сейчас я чуть-чуть приближу, вот какой красавец Сплит, с его венецианской архитектурой замечательной. Но про Сплит я расскажу отдельно. Сегодня мы хотим, скажем так, посвятить время морской прогулке, о которой я вам и буду рассказывать. И несколько слов по поводу цены, сколько это все стоило. В общем, плавание до Корчула, это примерно километров 150. С парой остановок пути на острове Хвар, еще там на одном или двух островах, ну, довольно далеко. Значит, при покупке примерно за две недели онлайн, это все мне стоило примерно 15 евро. Ребят, это дешевле, немножко дешевле, чем ехать на автобусе по суше. На автобусе ехать примерно 5 часов и довольно скучно. Тут настоящая морская прогулка, можно сказать, круиз по цене автобуса. Но, конечно, если покупать прямо сейчас на причале, я не спрашивал цену, но видел, там люди платили что-то. Ну, они евро давали, что-то 50 евро, что-то такое, в три раза дороже. Вот так корабль выглядит внутри. Не корабль, это катамаран скорее. Тут один большой зал и второй зал находится наверху. Что-то типа буфета, наверное, законские цены как-то обычно бывает. Из развлечений тут, видимо, только вот этот вот монитор с рекламой самой же компании. Ну, с учетом того, что плыть всего два с половиной меньше трех часов, то, в общем-то, развлекаться особо нечего. Продолжение следует... Это мы прибываем в городок Хвар на одноименном острове. Это наша первая остановка после отправления из Сплита. Здесь на острове Хвар большая молодежная тусовка. Здесь большая часть пассажиров выходит. Ну, а мы продолжаем двигаться дальше. Здравствуйте. Доброе утро! Продолжение следует... уже ближе к вечеру мы подплываем к старому городу корчулы видите там один из моряков уже готовит канаты которыми зафиксирует судно на причале и старый город вы видите на небольшом отдалении все корабль прибыл в корчулу я благополучно вышел вот это вот стены старого города корчулы где собственно завтра буду гулять